Вот. Сижу, смотрю, всё интересно. Да. Ну, во-первых, скажем всё-таки, что сколько ему лет, сколько... Данила Зеленский, год и 10 месяцев, фактически тетрапорез. Отставание в развитии, ну, примерно полтора года, чуть меньше, так скажем. Моторные программы на 6 месяцев. После вот первого сеанса замечена, то есть активизация ребёнка, интерес к окружающему, двигательная активность. Были попытки ползти, может ползти, но без интереса. Сейчас интерес огромный. Перекатываемся как можем, ручки вытягиваем, тянем. Включились ноги. Включились ноги, ноги мы нашли. Они теперь у нас. Отталкиваемся, приседаем. Вчера просто, ну, мне его не угомонить было. То есть ему настолько нравится процесс приседания, отталкивания, как он спинку, ну, в общем, чувствует. Ребёнок чувствует ноги. И вот тут выясняется, что когда с ребёнка не нужно учить прыгать, он сам будет прыгать, когда у него есть свобода. Да, он сам подпрыгивает, у него поворотики, то есть он бы побежал, если бы мог. В общем, ну, это настолько ярко и заметно. Да, ну, не говорится в этом курсе, но однозначно. Ну, давай мы всё-таки с тобой уточним, что ты прошла первую ступень. Да, первую ступень. И ты сама работала. Да, мы дышали. И дышали мы всё это время. Работали с ножками, как показали. Ну, в принципе, после окончания курса я тоже дышала с ним помаленчику. Мы каждый день дышали. Потому что такая результативность, в общем-то, за вот один сеанс он был уже, она была только в первую очередь, потому что ты уже подготовила тело. Я не тратила время на то, что вы можете делать сами. Да, то есть всё это он воспринимает очень хорошо. В декабре, в начале декабря ребёнок переболел ротовирусом, был сильный стопор. Думали, что будет откат. Восстановился очень быстро и вот даёт динамику. А по идее мы бы месяца три бы опять стопорились, опять бы начинали всё заново. А восстановился благодаря чему? Твоей собственной работе? Да, то есть вот мама работает и всё нравится, всё. И вот это вот тоже хочу отметить. Всегда тяжёлое заболевание, всегда даёт тяжёлый, ну, очень большой откат. А мамочки уже заметили, которые вот работают сами именно дыханием, что восстановление идёт гораздо быстрее. Так что, и ещё скажу, подчеркну на всякий случай, да, вот, если даже он заболевает, даже температура, не волнуйтесь, всё равно делайте и быстрее проходит даже простудное заболевание. Ну, я за вас рада, хочу дальше успехи. Будем работать, скажи, Даня, будем. Да, да. И будет так приятно. Да. Данечка, маши ручкой, сейчас мы будем с тобой работать ещё. Ай, давай ручёночка. Давай вот так вот ручёночка. Какая у нас ручёночка. Пойдите, друзья, приходите. Да, вот. Да, помой. И новое словечко у нас вчера. Кова. Что за кова? Сестрёночка-двойняшка бегает, говорит, кова. И вот Даня тоже повторять начал кова. Скоро догонит тоже свою сестрёночку. Да, да, сестрёночка-двойняшка. Так, а ну-ка покажи, как он прыгать стал. Даня, ну-ка покажи, как тебе. Нравится прыгать? Ну-ка давай, коленочки сгибай. Как Даня вчера прыгала? Ну-ка. Давай, давай. Ну-ка покажи. Покажи, как, покажи. Да. Да. Что, сейчас не хочется, что ли, да, Ань? А где? А где Олесенька? А побежим за Олесенькой. Ну-ка давай. А мы сейчас его немножечко разомнём. Ой, как вот, 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 вот. Ну-ка давай. 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 Скажи, ноги-то есть у меня? У меня есть ноги. Тут ещё прямо видно, как он их чувствует. Да. Да? Ну, ты вчера всех покорил. Да, да. Сегодня покажи. Ну, сегодня утро. Давай сейчас мы сейчас всё-таки немножечко приведём. И сонного чувства в нормальное, здоровое. А потом посмотрим, как у нас будет ещё лучше. Да, Даня? Ой. А потом посмотрим, как у нас будет.